Как делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и сейчас, пока Кати нет дома, она просто ушла по своим делам на пару часиков, я решил зайти в Майнкрафт и немножко поиграть в одиночестве, самому. Можно так сказать, немножко пошалить. Да, вот, пошалить. В предыдущие два раза, когда я заходил в Майнкрафт сам без Кати, и когда я решал немножечко пошалить, я построил две такие прекрасные вещи. Первая из этих вещей это колодец желаний. Вот, 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 сраный колодец желаний, в который я каждый раз проваливаюсь, когда к нему подхожу. Троллинг колодец желаний. Только Катя не знала, что он троллинг. А потом, когда узнала, взяла весь наш киньки и заминировала здесь всё к чёртовой бабушке. Ну, слава богу, всё обошлось. Тот, кто смотрел видос, когда я строил вот этот колодец желаний, тот знает то, что под этой тыквой у нас находится секретный проход. А в этом секретном проходе находятся все вещи в этом сундуке, которые Катя сбрасывала в тот самый колодец желаний. Я не скажу то, что он смог как-то хорошо затроллить Катю. Хотя, с другой стороны, она сюда выкинула алмаз, золотой слиток, железный слиток, хлеб, сырой лосось, изумруд, морские фонари. С другой стороны, этот колодец желаний очень даже так хорошо обворовал Катю. Поэтому, этот троллинг, можно сказать, удался. Также, спустя несколько дней после колодца, я построил магазин, в котором работал то ли Гриша, то ли Гоша, не помню, как его звали. Неважно, всё равно Катя его убила. Естественно, то, что спустя день Катя догадалась, что за 64 трески, никакие 64 золота она не получит. Так же, как и за 16 бутылочек мёда, она не получит 128 золота. Я не знаю, что у нас здесь получилось насобирать. Здесь у нас пустой сундук, и здесь у нас пустой сундук. Значит, Катя сразу меня раскусила, то, что всё же это троллинг. Зато я заставил её хотя бы немножко поработать. Она целый день собирала мёд, который потом, в конечном счёте, просрала. Ну так вот, к чему это я веду? И после всех этих троллингов Катя мне сказала, что если хотя бы ещё раз в нашем городе появится какой-то магазин, какой-то колодец желаний или ещё что-то, что сможет затроллить Катю, а потом в конечном счёте окажется то, что это я построил, она к чёртовой бабушке взорвёт всю эту карту нашего сезона выживания, и весь сезон закончится раз и навсегда. В предыдущей серии выживания Катя забрала весь тот динамит, которым был окружён колодец желаний, и выложила его в сундуки. Я так подумал. А как она взорвёт весь наш сезон выживания, если я взорву её первым? У неё же не будет больше ТНТ, чтобы взрывать здесь всё налево и направо. Верно? Я не знаю, куда она сложила весь этот динамит, но 100% он находится где-то... А, так вот! 16 динамиток, которые спасут всю мою жизнь в этой серии. Я сидел примерно 2 часа и думал, каким же способом можно ещё затроллить Катю. Сомневаюсь в том, что накупится что-то ещё раз наподобие как магазин, или что-то наподобие как колодец желаний. Поэтому я пришёл к самым кардинальным и самым серьёзным мерам, которые я только смог придумать в Майнкрафте. Вот этот спуск в бездну! Нет, это не весь троллинг, который я придумал. Сначала надо спуститься по этому спуску вот туда, на самую низкую высоту Майнкрафта. Все мы знаем то, что Катя любит, естественно, алмазы, и все мы знаем то, что Катя любит золото. Я на самом деле даже не знаю, что она больше любит алмазы или золото. Я нашёл здесь вот такую замечательную пещеру с лавой, которая просто идеально мне поможет осуществить весь мой троллинг. И прорыл вот сюда вот такой тоннель, который выглядит типа я копался в шахту, случайно шёл вот эту шахту, и здесь случайно оказались алмазы. А как они там окажутся? А вот так. До серии я нарыл 6 алмазной руды. Ты меня спросишь, как? Ну просто у меня как бы кирка на шёлковые касания, я могу собирать сразу блоки алмазов. А не сами алмазы. Собираем эти алмазики, и надо простроиться вот туда. Но сначала надо подняться обратно наверх и взять все необходимые ресурсы, которые пригодятся мне в этой серии. Прости меня, пожалуйста, если я кого-то доведу до слёз вот этим троллингом, но это реально, наверное, самая жёсткая ловушка, которую я придумывал за всю свою жизнь. Два стака камня, немножечко крюков, немножечко повторителей, дофигища редстоона и дофигища нити. Всё это нам пригодится для того, чтобы сделать самую богоподобную ловушку для Кати. Катя даже никогда в жизни бы не могла предположить то, что я когда-нибудь построю ей что-то такое. Ну и как ты можешь заметить, вот этот вкус шахту практически даже незаметно. Поэтому Катя его заметит только тогда, когда я этого захочу. Если Катя меня убьёт после этой троллинг-ловушки, ну, каналы завещаю тебе. Всё нужно сделать очень обычно. То есть, вот эта шахта должна выглядеть так, как будто я здесь копался, как будто я здесь нашёл алмазы, но потом я резко решил выйти из Майнкрафта и оставил эти алмазы на потом. То есть, я завтра, допустим, вернусь и добуду эти алмазы. Я прямо сейчас поставлю их вот так. Шесть алмазов, которые у нас будут находиться вот здесь. И, естественно, вот этот сундук надо убрать, потому что, ну, в обычных шахтах с сундуков же нет. Ну и, конечно же, вот это железо надо убрать, которое 100% отвлечёт Катю от главной цели. А сейчас давай мы с тобой на секунду представим то, что вот ты пришёл в шахту или я пришёл в шахту и нашёл алмазы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У-у, алмазы. Естественно, как добраться до этих алмазов? Любой человек на этой планете сразу же возьмет и начнет строить под собой вот такой мост, зажимая shift, чтобы не шандарахнуться в лаву Я уверен, что Катя точно так же направится сюда за алмазами Как только она будет строиться вот сюда, с этой стороны Вот это надо будет так закрыть С этой стороны у меня будет находиться один крюк С этой стороны у меня будет находиться второй крюк Ломаем между ними вот этот барьер И сейчас эти крюки нужно соединить ниточкой Которую, как оказалось, можно даже ставить на лаву Честное слово, я даже не знал, что на лаву можно ставить нить Поэтому, как раз-таки, благодаря этому я и придумал вот эту вот ловушку Есть немножко отойти, если вот это все залить лавой, чтобы не было видно Но это я чуть-чуть позже сделаю Есть смотреть вот отсюда, но согласись, что эту нить даже не видно Катя будет вот так простраиваться назад И она даже не увидит вот эту нить, которая левитирует просто над лавой Ну сейчас ты, наверное, понял, да, зачем я взял весь вот этот динамит? Нет? Ладно, тогда я все сейчас объясню Как только она простроится вот до этого момента и нажмет на вот эту нить Эта нить пустит сигнал до вот этого вот крюка А крюк, в свою очередь, здесь это все нужно будет застроить, чтобы я смог передвигаться А крюк, в свою же очередь, пустит сигнал к этому редстоуну Который будет находиться вот здесь И сейчас весь этот редстоун надо провести вот туда наверх за вот эти алмазы И потом заполнить всю ту комнату динамитом Ну все же уже понимают, что будет с Катей, когда она найдет 6 алмазов Офигеет тут части, потому что, мне кажется, она никогда в жизни так много алмазов в одной пещере не находила Дойдет до вот этого момента Нажмет на вот эту нить И произойдет то, что должно произойти А потом мы, наверное, расстанемся Скорее всего так и будет, потому что она, наверное, поймет, что это я все подстроил Хотя, это же Катя Крафт, от нее все можно ожидать Забегаем за рычаг и проводим весь этот редстоунчик вот сюда наверх И то же самое делаем вот с этой вот стороны И вот здесь у нас находятся те самые алмазы Если посмотреть сюда, то вот Катя вот оттуда вот придет Здесь я это все сейчас закрою, чтобы казалось, что шахта, в принципе, не тронута Ииии вот сейчас самое опасное К этим вот редстоунам надо подключить Тинти Одно неловкое движение И все, что находится здесь Слетит на воздух Поэтому держите, пожалуйста, за меня кулачочки Прямо сейчас, чтобы я лишний раз никуда случайным образом не тыкнул Весь этот динамит, который у меня находится прямо сейчас в инентаре Естественно, то, что я его уложу вот сюда На кой фиг он мне сдался Сейчас также вот таким вот способом обратно спускаемся Я вот еще сюда добавил повторитель Вот сейчас самое главное Случайно не тык туда вот эту нить Потому что тогда и без Кати здесь все к чертовой бабушке взлетит на воздух Вот так, вот так, тихонечко спускаемся А здесь вот это все закрываем Чтобы Катя не видела, что здесь у нас находятся вот эти крюки Вот так вот Опа! Прыгаем сюда Здесь тоже все вот так закрываем Примерно как-то вот так И в принципе Можно даже сказать то, что Катя никогда в жизни догадается То, что вот здесь, возле этих алмазов присутствует какая-то ловушка Я тупанул И сначала, наверное, нужно было проверить Работает эта ловушка или нет Но сейчас уже поздно Потому что вся эта шахта заминирована динамитом И одно неловкое движение Приведет к тому, что никакой троллинг над Катей не удастся Оп, оп И последний блок Хе-хе-хе-хе-хе-хе А в следующей серии выживания Мы с Катей как раз таки хотели делать ферму тортика И все эти тортики я проложу до вот этой вот пещеры Чтобы заманить туда Катю Естественно, то, что я и ничего про него даже не скажу Чтобы лишний раз не наводить улики на себя То, что это как бы я все подстроил Все мы знаем, что я здесь ни при чем Все мы знаем, что я самая невинная душа Все мы знаем, что я самый послушный мальчик И я никогда не буду троллить свою девушку Все мы это знаем Но есть одна проблема Это, наверное, самая последняя ловушка Которую я смог придумать для Кати И как раз таки сейчас мне нужна твоя помощь Если ты вдруг знаешь, какими способами еще можно затроллить Екатерину Кандибоберскую Напиши об этом в комментах Но самое главное Никто, никому, никогда не намекает даже Кате То, что ее ждет что-то интересное в новой серии выживания Если мы с Катей когда-нибудь расстанемся Не надо, конечно Это 100% будет из-за моих троллингов Она уйдет А я стану отцом-одиночкой А то у нас в городе столько детей Что хоть свой личный детдом открывай Да? Пашка, Сашка, Наташка, Машка Я на работе, я не слышу себя Что ты говоришь? Говорю, серию выживания хотел Серию выживания хотел бы вот это записать Как можно скорее Да не могу, я на машинах Я тебя жду тогда, давай, давай Приходи обязательно, давай Пока Давай Субтитры сделал DimaTorzok